всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу приготовить сациви это наверное самое популярное и одно из самых известных грузинских блюд грузия крайне неоднородно по составу народов ее населяющих и в разных районах грузии сациви готовят по-разному да даже в одном и том же районе у разных хозяйков по-разному получается все зависит от соотношения орехов бульона лука пряностей мне больше всего по душе сациви которые готовятся по рецепту совершенно замечательного человека тензин жанадзе это красавица умница замечательный кулинар автор книг журналист короче буду хвалить и вне зависимости от предпочтений повара все рецептуры по сути сводится к одному готовится ореховый соус на основе грецкого ореха большого количества пряностей чеснока и бульона и потом этим соусом заливается какая-либо еда какие-то продукты допустим курица индейка или начиняются баклажаны или рыба заранее подготовленная в результате получается холодное блюдо условно скажем холодец потому что соус достаточно густой с очень насыщенным таким пряным а орехово пряным смысле пряностей ароматом короче давайте готовить самое длительное в этом деле получение бульона я буду отваривать куриные окорочка что касается времени варки тоже важный момент зависимости того какую именно курицу возьмете или индейку время варки будет отличаться поэтому не может существовать одного единственного правильного рецепта или одной единственной рекомендации по времени варки довожу до кипения убавляю огонь и варю на слабом огне минут 20-25 для этих окорочков больше не нужно пока займусь луком резать его надо некрупно соотношение лука к орехам разных регионах грузии в этом соусе очень разные иногда орехов раза в два-три больше чем лука иногда наоборот про бульон не забываем надо пену снимать а через полчаса когда курица сварится нужно будет все остудить может в холодильнике бульон давно сварился и уже остыл курицу надо вынуть и смазать тем жиром что собрался на поверхности бульона есть у вас курица не очень жирная то смазывать можно сливочным маслом и затем убрать духовку зарумяниваться примерно на полчаса а что во время этого самого зарумянивания курица не высохла в противень нужно обязательно налить под решетку кипятка температура 200 градусов если есть верхний гриль включайте пока курица запекается займусь соусом это жир который я срезал с окорочков к нему добавлю то что вытопилось с бульона опять же если у вас курица или индейка не знаю чего там готовить и нежирная то куриному жиру можно добавить еще и сливочного масла и лук надо хорошенько подрумянить сациви меня будет сегодня они завтра будет не только с курицей но и с баклажанами их надо надрезать время плодоножки сначала удалить потом надрезать так чтобы получился эдакий карман теперь в кастрюлю их и воды примерно на треть вот лежачих здесь овощей доводим до кипения и варим примерно полчаса на самой низкой температуре под крышкой на кай вернемся к соусу про лук не забываем помешиваем орехи надо пропустить через мясорубку я взял самую мелкую решетку из имеющихся сюда же отправляется чеснок и кинза ароматы доложу его волшебные всю эту замечательную смесь на теперь пробить в блендере вместе с бульоном сразу же сюда добавляю соль и пряности обжаренный лук сюда же кориандр черный перец гвоздику надо конечно смолоть сначала в ступке шафран добавлю чуть-чуть это очень дорогая пряность чили перец и уцку сунели и немного белого винного уксуса только он у меня почему-то не белая какой-то желтоватого цвета так и соли нужно где-то на чайную ложку отлично остается проварить его несколько минут варим при помешивании и пробуем при необходимости выправляем на соль на остроту на кислоту корочка запеклись баклажаны сварились пусть остывает в кастрюлю в которой варились баклажаны на две на три минуты уберу несколько стеблей сельдеревья ну и когда курица остынет надо будет и делить мясо от костей баклажаны уже можно нафаршировать и перевязать сельдереем как получится сельдерей не обязательно просто для красоты в оставшийся соус отправляю курицу доводим до кипения убавляем огонь до самого слабого и при легком помешивании варим минут десять примерно для того чтобы курица вся пропиталась этими ароматами после чего выключаем не оставляем остывать кусок сации проведет ночь в холодильнике все готово пробовать будем завтра ну и несколько соцветий шафрана для украшения для самых зрячих конечно что они такие малюсенькие движения не видно практически так начну из баклажана баклажанова сации да сразу не сказал насчет пропорций и в описании тоже это указывать не буду соотношение бульона к этому количеству орехов все зависит от того какой у вас бульон если курица была суповая если этот бульон холодном виде застывает как желе то такого бульона можно побольше положить потому что застынет все равно в холодном виде если у вас это бройлер от которого бульон совсем жиденький не застывает то такого бульона поменьше и второй момент густота соуса кому-то нравится очень густой как мне например как густая сметана кому-то нравится пожиже как жидкая сметана тоже смотрите поэтому во время блендирования просто добавляете по половинку бульона и смотрите на консистенцию помни о том что когда застынет соус в холодильнике он станет еще гуще теперь пробуем совершенно волшебный соус очень классный с ароматом пряности с ароматом чеснока на кинзы и вот на фоне вот этого баклажана который очень хорошо противоставляет себе этому соусу просто здорово теперь куриная он куриная са циви так ноготка здесь вот курочка даже два кусочка зернышко граната без кинзы кинза внутри в соусе есть обожаю это наверно одно из самых любимых блюд грузинской кухни для меня очень классно до дороговато получается орехи не дешевые грецкие но слушайте насколько же это вкусно для праздничного стола такая штука просто обязательно готовьте готовьте и наслаждайтесь огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты обязательно напишите свои пропорции по са циви как вы готовите очень интересно будет узнать я знаю про со циви с овощами с курицей и с рыбой может вы напишите еще кому-то циви какой вы где-нибудь пробовали или вы готовите тоже очень интересным пишите в комментариях еще раз спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!